здравствуйте дорогие друзья меня зовут Денис Шаповалов я педагог психолог в теме дискородительских и семейных отношений и это проект интервью в помощь родителям и сегодня я беру интервью у Татьяны Азаренко с которой я считаю нам всем харьковчанам очень повезло прежде всего но и повезло всем украинцам что в нашей стране в нашем городе живет такой человек и сейчас я хочу начать с того чтобы представить Татьяну и о ней сказать а сказать о вас Татьяна можно много очень всего и список внушительный который мне удалось найти и так когда я порылся в интернете то увидел что о вас не так много информации но все-таки есть и хотелось бы проверить что и насколько соответствует вдруг что-то устарело значит Татьяна Азаренко автор книги счастливый ребенок здоровый ребенок это правильно так тренер преподаватель первой категории инструктор лечебной физической культуры мастер спорта СССР есть а по какому виду спорта секрет ладно психолог есть медицинская сестра инструктор по детскому дайвингу cms руководителя здравительной программы как рыбка в воде в увк авторская школа бойко да с 2004 года руководитель методист детского клуба подводной фотографии дайвинга дельта с 2000 года да автор методического видеопособия уроки плавания для детей раннего возраста еще и есть декларационный патентное изобретение да автор книги мамочкина книга так отличник образования украина а соавтор мамочкина книга отличник образования украины организатор ежегодного международного детского фестиваля подводных изображений живая вода с 2008 года именно в харькове проводят у нас а я так понимаю что украине мало еще да где проходит такое или может в мире два детских фестиваля на эту тему проводится в харькове и в мордовии в мордовии хотя казалось бы тема такая очень актуальная и интересная организатор методических семинаров по подготовке инструкторов консультант по авторским программам уроки плавания для детей раннего возраста и обучение инструкторов высокоэффективным приемом оздоровления развития детей раннего возраста и говорят что с 2008 года подготовили вы 132 консультанта в 16 городах украины и пяти городах россии наверно около 1000 у нас к этому дню информация явно устаревшая так отлично и что что еще не было тут сказано 2019 году у меня мы получили статус первой международной школы плавания в украине по системе ссай это одна из крупнейших международных систем объединяющих интерес к аквакультуре всевозможных видов деятельности в первую очередь подводной деятельности курирующие практически все побережья мира в рекреационных зонах и с 2018 года предложившая вот миру целую программу обучения оздоровительному плаванию для всех возрастных категорий населения от грудничкового плавания плавание с дошкольниками затем с детьми от 8 до 18 лет и обучением взрослых или родителей вот такой статус возможности обучать все категории населения мы получили как первая международная школа и возможность обучать тренеров преподаватель этой международной системы она очень совпала мировоззренчески идеологически вот с тем опытом который мы уже к этому моменту наработали даже в некоторых вопросах мы гораздо шире в своем таком творческом пространстве диапазоне но тем не менее это вывело нас тоже на уровень возможности делиться своим опытом с мира из международного сообщества родительской аудитории из всех страх вы имеете право теперь выдавать этот сертификат да 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 мы для всех возрастов надо сертифицировать детей выпускников этой международной системы сертификат об их платной подготовки вот международный востребован в образовательных программах вот современных систем образования при поступлении вузы он требуется в европейской системе образования международной системы образования получили такую возможность очень глубокой грамотной обратной связи с родительской аудиторией по этапам физического развития плавательного развития детей где и профессионал и понимающий да в системе обучения плавания человек просто имеет какие-то иллюзии там свои представления о том как и какими темпами их ребенок может развиваться в области плавания и очень часто возникали довольно сложные ситуации вот каких-то разочарований может быть стандартов ожидания очень высоких требований к ребенку где вот по психофизиологическим возможностям но еще невозможно овладеть сложной координационной деятельностью и вот эта международная система очень продуманно сформировала требования постепенных шагов вот в развитии навыков ребенка очень доступно доносит это родителям очень здорово это презентовано это очень вдохновляет детей где у них есть свои собственные ориентиры вот этих усилий над собой которые не принимают и в очень в такой творческой форме это преподнесено в этой системе нам очень нравится и мы с удовольствием это популяризируем с огромной радостью таких открытий что это совпало с нашим представлением о счастливом детстве вопросах здорового образа жизни и различных вот граней мотивации детей к желанию заниматься этим с радостью с любовью это очень важно в нынешних периодах определенных вот ускорение какой-то интенсивности да вот желание вложений в ребенка каких-то своих представлений о том что он должен уметь знать понимать это достаточно большая нагрузка на современных детей и очень часто мы можем соприкоснуться с какими-то психологическими периодами отказа от этого вот какого-то состояния когда ребенок исчерпал себя вот в этом выгорел да и вот та идея которой мы воодушевлены все эти годы чтобы открыв для себя вот радость взаимодействия с водой с первых дней жизни как естественный природный ресурс вот такой вот гармонии до глубокой внутренней гармонии каждого человека все-таки унести это как огромный ресурс на всю предстоящую жизнь вот где от взаимодействия с водой от своих открытий связанных с посещением открытых водоемов впечатление связанных с подводным миром с природой воды мощи силой воды до чтобы вот этот мостик от каких-то таких вот ну стартовых занятий до в какой-то замкнутой обстановке дали возможность расширения границ возможности ребенка и человека в дальнейшем тому вот там где-то удается и уже спустя такой достаточно длительный период педагогического наблюдения за выпускниками и теми кто разделил с нами эти мысли это настроение это состояние мы видим что действительно это огромный ресурс человеку восстановиться в каких-то сложных состояниях вот от общения то есть похоже знаете мне как на арт-терапевтическое какое-то действие да только мы когда говорим арт-терапия мы подразумеваем часто какие-то творческие занятия в процессе которых человек вот сбрасывает напряжение отпускает ситуации да но тут получается все идет через тело да через телесное взаимодействие с водой отчасти все равно это состояние эмоциональной наполненностью радостью какими-то психологическими моментами самооценки возможности коммуницировать в процессе таких занятий с родителем с другим ребенком да если это уже так сказать групповый какой-то формат поэтому как телесная практика такая да что то вроде что человек может обратиться к этому ресурсу просто вот как ну как вот своя аптечка да вот да сложно себя почувствовал и уже ты знаешь это вид куда бежать там воду воду забрался в бассейн ходил там нашел возможность открытой воды побывать и вот это твой ресурс заложены в детстве гармонично выстроен выстроены как база такого психо психологического позитивного от гармоничного состояния вот на уровне ликования вот на уровне какого-то мы же говорим главным результатом наших занятий является взаимодействие родителей и детей в радости и гармонии с водой и друг с другом это наши главы знаете за что похожи на лабораторные условия где создана такая благостная среда в которой как раз и вот нужно реализовать вот можно реализовать и с вашей помощью нужно реализовать попробовать вот это вот особое общение особый вид общения да мне даже есть вот такой опыт отзыва наверно же лет 16 или 17 ребенку какой-то случайной встречи вот с родителем папа занимался с этим малышом достаточно системно вот в дошкольном возрасте и вот уже спустя там 15 лет там 12 лет он говорит вот если вспомнить какие-то свои семейные там состояние настроение общения то мир на самое лучшее что я вспоминаю вот как родительский опыт это вот эти занятия в которых я побывал это тоже было очень но это неудивительно учитывая что вы только что сказали и вы таким образом ответили на один из вопросов которые я когда составила вопросы что очень важным а что же конкретно дает родителю и ребенку вот эти занятия раннего развития в воде мы сейчас очень классно ответили я считаю на этот вопрос потому что действительно вот сейчас вот раскрылась а зачем это нужно а для чего и мне хочется задать ну да вот еще могу уточнить то есть вот ну реагируя на какое-то информационное пространство да родители приходят со своим каким-то видеть им дал ну конечно как импульсом там полезно для здоровья или там научиться плавала научиться плавать не будет бояться в огне за там дома сидеть вот скучать мы там были такие активные до родов вот эта активность пусть и в этом проявится то есть у каждого своя своя мотивация с которой человек приходит и вот скажем на начальном этапе вот развитие этой деятельности у меня был период когда мы позиционировали наше занятие как обучение плаванию детей раннего возраста да вот приходят родители говорят а у вас тут что да да у нас тут плавать учат детей с раннего возраста приходите мы научим ребенка плавать начиная с раннего возраста это такой природный ресурс у него он рождается умеет это мы сохраняем его природные возможности приходите будем до давать с раннего возраста вот был достаточно ну такой вот период когда мы говорили какая у нас главная цель главная цель это научить ребенка плавать начиная с раннего возраста сохранить ему природные возможности, вот такой, такого диапазона его вот навыков, с которыми он рождается. Даже мы говорим, что мы ничему не учим ребенка, мы просто создаем условия, в которых это реализуется, в такой вот уже самостоятельный навык, опыт плавания. И вот прожив, например, вот пару лет в такой концепции, когда мы, когда я обозначала это как главную цель наших занятий. И мне так кажется. Да, и я вот в своей практике столкнулась вот с таким опытом, опытом. Когда, занимавшись там полтора-два годика с ребенком, вот в такой атмосфере наших занятий, родитель не получил результата, когда ребенок поплыл, вот как рыбка в воде. Вот в силу каких-то причин он не очень там нравилось нырять, вот он там со временем напрягался там от этого опыта. или там ну вот руками его еще нужно было держать все равно. Ну да, вроде бы мы ходим-ходим, да? Да. И вот было вот это состояние, что мы ходим-ходим-ходим, два года время зря потеряли, ребенок так и не поплыл. То есть я в своей практике столкнулась вот с таким отзывом, впечатлением, опытом. Понятно, да? Да, да. И вот рассуждая о полученной информации, вот понимала, что я же и сама являюсь источником этого разочарования. Почему? Потому что, говорю, главная цель это, чтобы ребенок плавал с раннего возраста. Да. Вот. А он не плавает. А он не плывет. Так вы и себе, что ли, противоречите? И вот и разочарование у родителя, что они время зря потеряли, два-три раза в неделю, два года подряд в бассейн ездили. Ну да. И я стала пересматривать вот ту ценность самого процесса занятия, в котором есть движение, в котором есть контакт позитивный, в котором есть этот удивительный ресурс образного сопровождения, восприятие мира вот в песенном, стихотворном, поэтическом, творческом, лирическом, вот каком-то таком пространстве. Есть закаливающий фактор, есть общефизическое развитие ребенка. Конечно, все хорошие. Где этапы развития ребенка начинают подтягиваться, если вдруг какие-то сложности. Поэтому занырял он сам или без рук, поплыл он как рыбка или нам еще нужно ему помогать, не является таким очень важным фактором, который перевешивает чашу и рождает это сожаление, а зря в потерянном времени. Поэтому вот наступил какой-то период, когда вот я пересмотрела ценности самого процесса, который создавался, и мы говорим, что является результатом наших занятий? Да сам процесс, вот то, что вы пришли, и нам удалось опасливую, там, настороженную маму или там неотпытного папу раскрепостить, абстрагироваться от каких-то мнений, оценок, какой он там ловкий, умелый, там, красивый, стройный или еще какой-то, попасть вот в этот процесс непосредственного взаимодействия со своим малышом и почувствовать от этого радость, вот эту обратную связь, быть умелым, грамотным помощником восприятия каких-то сложностей в воде, где там страшно, или что-то не так там получается на начальном этапе, вот если удается раскрепостить и вот это взаимодействие выстроить, как состояние гармонии, радости, то уже все, мы уже говорим, это наш результат, то есть фактически результатом является сам процесс, и то, что этот процесс имеет системный характер, он спустя год-полтора закладывает такую важную базу вот этой гармоничной ситуации, когда мы друг друга поняли, ты потерпел, пока я научился, я тут за тебя волновался, понятно, да? То есть это огромная такая форма обычных житейских ситуаций, в которых удалось это сформировать, это стопроцентная концентрация внимания родителя на ребенке, ребенка на родителей, потому что, ну, обстоятельства, так сказать, перебывания в воде, этого требуют с точки зрения безопасности, в отличие от сухопутного пространства, где ты один на один с ребенком, но есть ли это стопроцентная концентрация включенность друг в друга, общение, какое-то внимание к реакциям, разговор, диалог, вот возраст не имеет значения, а здесь это система вот этой концентрации внимания друг на друге, вот этой диалоговой формы общения, и вот искусство преподавателя, который дает возможность не вмешиваться в это, только задать идею, настроение, подсказку, в принципе, дать диапазон. Организовать эту среду. Среду, да. И мы получается, что видим, что если это удается, то через год-полтора, как правило, если вот это состояние гармонии, раскрепощенности, вот этой безопасности, вот этой комфортности достигнуто, то результата, чтобы ребенок поплыл, он вполне состоится, сам собой разумеющийся, он в этой атмосфере, как правило, подтягивается в большинстве случаев. Мне кажется, как психологу здесь, что возникает доверие. Да. Возникает доверие, и родитель, получается, сам того, возможно, не осознавая, закладывает очень мощный и очень прочный фундамент в общении со своим ребенком, который потом приводит, а родитель может даже не понимать, учитывая все, что вы сказали. Этот фундамент приводит к тому, что ему почему-то легче с ребенком договориться, почему-то ребенок не так балуется, почему-то родитель, почему-то, ходя к вам на занятия, смог принять несовершенство своего ребенка, смог принять его ошибки, смог принять его ритм достижений, и он очень много узнал о своем ребенке, и если степень принятия своего ребенка, можно было бы как-то посчитать в процентах, то однозначно процент был бы увеличен, но это не всегда связано с тем, что он быстро поплыл, согласитесь, да? Да, вот эта система, то есть, вот что мы говорим, полтора годик, полтора, вот кто в этой системе занятия, да они настолько уже самодостаточные такие тренеры для своего ребенка, которые уже могут там подружек взять и на море уже у них классно будет. делать такие родители со своим ребенком, когда он пойдет в школу. Понимаете, да, вот получается здесь все равно вот эта ценность раннего возраста, то есть, нужно и помочь потом своевременно, самостоятельный опыт уже каких-то коммуникаций, да, ребенка вывести, мы видим, насколько это гармонично получается, вообще нету стресса, а потом и в садике поможет, легче помахать и быть счастливым там в кругу уже своих интересов, то есть вот в точке зрения как бы вот такой вот педагогики и психологии, когда вот пришло это осознание, что главным результатом является взаимодействие родителей и ребенка в радости и гармонии с водой друг с другом. Понятно, да? Даже вот, например, приходит там сложный ребенок, да, с какими-то проблемами, да, возникшими там в силу разных причин, и вот мы говорим, да ничего не меняется, не надо нам лечить руку там сто раз ногой, или там, ну, понятно, да, то есть нет изменения принципиально в методологии, да, в подходе при работе, ну, с ребенком, который имеет определенную сложность в своем здоровье. Мы говорим, ну, вот такую маму нужно раскрепостить и помочь ей принять, поиграть, порезвиться, понырять там. И мы видим, когда это удается, когда это удается, наступает эти там 40 минут счастья, принятия, радости, игры, вовлеченности в какой-то процесс, и эта система сохраняется, ну, какой-то период времени, то она опосредованно дает, на мой взгляд, гораздо более реабилитационный эффект, чем непосредственно желание, в каких-то лечебных моментах, ну, уже в воде, так сказать, другую программу строить. Ну, это да. То есть, это, конечно, комбинированно, все можно делать и с учетом уже определенного опыта работы с такими детками, но с точки зрения сути, не меняется главная цель. Вот приходит такой родитель, и мы говорим, главная цель это взаимодействие. Ну, вот такой мамы, вот с таким ребенком в воде, в радости и гармонии с водой друг с другом. Это здорово, да. То есть, это вот тоже такой момент. И потом вот еще тоже очень такой важный виток, ну, есть, потому что иногда уже спустя, так сказать, какое-то время наблюдение за тем, как это развивается, может сложиться впечатление, что вот это образное сопровождение занятий, где у нас вот каждое упражнение, вот какая-то игровая связка, переход, идет в процессе союза с сказкой, песенкой, каким-то образом, игрой, там, творческой какой-то задачей, что это вот некое украшательство плавания, да? Ну, да, да. Понятно, да, вот как украшательство, там, расставьте цветы по бортику, вот у вас будет, вот у вас, или там, картина художника в развести, да, купайтесь там, впечатляйтесь, или там еще что-то, то есть вот есть с одной стороны грань, как бы, и эстетического процесса, да, который безусловно, присутствует, но суть вот этого, этого союза, вот оно тоже открывалось постепенно, да, вот скажем, на начальном этапе наше занятие носили произвольный характер, мы имели какое-то время для акватории, для посещения бассейна, и произвольно там с кем-то ныряли, с кем-то прыгали, с кем-то там на спинке лежали, с кем-то еще, ну какой-то вот перечень предложенных, так сказать, возможностей в воде мне произвольно предлагали родителям, вот, и потом вот в какой-то момент я увидела такую удивительную историю, когда в какой-то сложной, напряженной ситуации вот ребенок вот на адаптивном этапе оказался, и мама начала ему петь, вот петь колубильную песенку, и вдруг, вот не знаю, вот настолько меня это впечатлило, вот настолько меняется состояние ребенка, что он, вот куда делись эти все волнения, напряжения, страхи, он расслабился, раскрепостился, это такой союз состояния гармонии между поющим мамой и плавающим, слушающим ее малышом, да, вот какое-то ярчайшее впечатление у меня произошло, и я понимаю, уже понимала, уже потом анализировала, что когда мама поет, ну вот включена, да, в какой-то образ, в какую-то песенку, особенно на начальном этапе, она в этот момент погружается в это пространство вот каких-то ну историй, смысла, да, вот каких-то событий этого творческого напевания, там, поэзии, там, еще чего там, и она в этот момент ну совершенно не имеет возможности сказать, какая неловкая, может это страшно, а так можно, а это мне опасно, то есть песня терапевтический эффект оказывает на нее, особенно на начальном этапе, пусть не высказанных, там, не проявленных, но где-то вот таких мыслей начинающего такого специалиста по поводу своей компетентности, а это же сразу в раннем возрасте проявляется на ребенке, то есть если внутренний какой-то стрём происходит, это тут же отражается на малыша, он это чувствует, и мы это верим, потому что еще очень крепка, да, поэтому если нам удается вовлечь родителей вот в эту песенку, вот в эту какую-то историю, там, в эту сказочную игру, какое-то, фактически они, увлекаясь в это пространство, той темы, там, того пространства, образа или какого-то смысла, они в очень хорошее состояние попадают, благодаря этому. Получается достройка, достройка той самой благостной среды для занятия происходит и с помощью того, что вы предлагаете маме спеть песню. Благодаря тому, что она... Потому что маму тоже надо сделать частью этой среды, Конечно, получается, меняется ее состояние, а мы-то решаем задачу страха воды и трансформации страха воды, вот тот, собственно, опыт, который мы уже в этом профессиональном пространстве мы его решаем, понятно, поэтому вот этот момент, он настолько ценный, вот как осознание. Я уже, мы стали уже собирать осознанно вот какое-то творчество, похожее там по ритму, по смыслу, там по ритмике движения, по форме движения, там по настроению какому-то, где нам нужно замедлить или, например, наоборот, там ритм движения где-то сделать более интенсивный с точки зрения там какой-то основной задачи плавать. Мы стали подбирать уже вот этот, поиск творческих каких-то подходов, что-то сочинялось сами, что-то дети придумывали, что-то из какой-то сухопутной, так сказать, поэзии или творчества где-то вот адаптировался к воде, там какими-то другими словами, напевными, мелодиями, там или еще что-то такое, там, ну не знаю, там я водяной, я водяной, люблю я плавать под водой, там мои подружки, русалки и лягушки, ныряем к ним в охоту, там не летать охота. То есть, ну где-то акцент, сама мелодия знакомая, а акцент смысла действий чуть-чуть направлен, да, просим прощения у авторов всех прекрасных стихов, очень благодарны, что какой-то импульс, энергии, любви, проявленный ими в процессе своего творчества, нам тоже очень помогает, и мы на него опираемся во многих каких-то своих идеях, там, поиске каком-то, вот это тоже очень важный момент. И вот, что я вот за эти годы наблюдаю, например, скажем, как мы эту культуру формировали, то есть там, например, там, готовили такие файлики с текстом и просили подготовиться, там, почитать, там, попеть с ребенком эту песенку, или там, я записывала какие-то популярные песенки, которые создают это настроение, энергию, какого-то состояния классного, попеть дома, включить их, послушать, то есть постепенно мы это разучивали, и был невероятно прекрасный период, когда вот эта активная вовлеченность в это творчество, она породила такое большое интересное открытие вот этих находок творческих, даже там, друг за дружкой поплывем, там, Машину любимую песенку споем, ну-ка, мама, выручай, Машину любимую песню запевай, вот уже мама, значит, нам помогает в кругу, или у нас вот были родители, которые там профессионально занимались там музыкой, вокалом, да, вот где-то мы уже понимали, что лидерство такого таланта мы, конечно, обязательно привлечем в наше занятие. Да, приветствуется, да, такое. И вот что я хочу сказать, скажем, на начальном этапе, когда формировалась эта культура, да, вот союза такого песенного, стихотворного творчества и организованных занятий, вот движений, вот мне было на каком-то начальном этапе довольно сложно, вот психологически, я там не певец и не музыкант, вот в этом ключе, ну, ресурс, так сказать, развиваться и развиваться, да? Да, да, да. Да, и вот как-то в какой-то момент, скажем, там очень стеснялась все-таки решиться, да, на то, чтобы запечь или что-то сделать. Это, кстати, да. Это определенный, ну, какой-то комплекс, да, внутреннего существа. Ну, а вот одна только мысль, что это настолько поможет маме и ребенку вот в это состояние счастья попасть в воде. Это так эффективно преодолевает вот этот период адаптивный, какие-то страхи. И вообще, мне же нравятся эти песенки, стихи, я вот там один на один с удовольствием со своими детьми это вовлекаю там в какое-то свое жизненное пространство. Ну, конечно, но тут же, как инструктор, это другое. Да, и уже ведя семинары и делясь, так сказать, этим опытом, этой программы, этой методикой уже спустя многие годы, вот чем хочется помочь вот тому, кто вступает на путь, так сказать, программы, как рыбка в воде. Мы говорим, ну, вы же не на вокальные занятия родители зовете, где учат, там, голос правильно ставить, в ноту попадать. Это пример научить маму петь своему малышу. И, к счастью, акустические свойства воды таковы, что только ближайшее ушко слышит, как ты там поешь, а через метр тебя уже никого не слышно. Понятно, да? Поэтому это только вот лично вода своему ушу. То есть, получается, вода помогает маме раскрыться. Маме раскрыться, да. Вот как уже-то у нее получится, через метр никто ее не слышит. Можно даже по этому поводу не переживать. Понятно, да? И уже этот момент гораздо легче, вот где-то проснулся в, ну, вообще в освоении, в развитии этой программы. И еще что вот важно, да? То есть, вот если попадаешь в пространство вот этой педагогики, да, вот этого союза творчества, это невозможно разделить. Это же неважно ты в воде или на суше. Вообще мир раннего детства и детство, он невозможен. Без песен, стихов, сказок, игр. Понятно, да? Конечно. Поэтому вот когда приходят, ну, обучаться, да, вот кто-то, кто такую цель для себя ставит, и говорят, ой, нет, 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 я не пою вообще, это не мое. Вот, а можно без этого обойтись? Я говорю, ну, вот как можно без этого обойтись? Вот, представляете, вы поступаете там в театр, хотите быть актрисой, но роли на два с половиной часа в прозвищу нет, 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 это не мое. То есть, вы же не можете так сказать. Если у вас есть цель попасть в мир и расти, быть счастливым профессионалом в области детства, ну, невозможно, нужно с этим справиться. Но они не связывают. Они же пришли на водное развитие ранее, и вдруг тут надо петь. Да, да. Я даже могу такой смешной пример привести. Вот одна из наших великолепных выпускниц, просто вот создавшей целую большую школу вот такого своего тоже детища в своем городе, в силу каких-то вот наших сложных обстоятельств, переехала в другой город, где не было культуры вот таких занятий семейных, и формировалась только индивидуальная форма, вот где ребенок в руках инструктора, и вот, конечно, она пользовалась большой популярностью в связи со своим творческим потенциалом и опытом навыков работы в нашей программе, и уже настолько, что уже нет физической возможности, уже желающих к ней попасть больше, чем физических возможностей в ее клубе. И директор клуба, значит, сказала, ну в чем же секрет такой популярности? А, стихов много, знаешь, и песенок? Так, все сотрудники этого клуба должны сдать мне 50 стихов наизусть, тогда я им повышу оплату, и, значит, и она мне говорит, мои коллеги чуть меня не это... Не съели. Не съели. Но, тем не менее, условие было поставлено, они стали учить стихи и сдавать как экзамен своему руководителю перед тем, как выйти, так сказать, в свой следующий этап в своей косметической деятельности. Здорово. И говорит, потом все спасибо говорили. Здорово. Вот такой даже есть пример. Татьяна, получается, что я вас вот слушаю и понимаю, что программа «Рыбка в воде», она, получается, сделана в том числе и теми родителями, которые были в этой программе на протяжении вот этих лет. Правильно? Ну, конечно. Такой союз творческий. То есть, да, это очень важный, кстати, момент, потому что это говорит о том, что программа для меня, вот для меня, это говорит о том, что программа живая, программа просто-таки взята, что называется, частично из народа и из того особого народа, который заботился о своих детях, который приходил и уделял время. Для меня это даже вдвойне ценно. Потому что это не просто, знаете, какая-то там разработка кабинетная, которая спустилась, получила какие-то документы и теперь она может быть. Нет, это другое. И вот в этом я вижу дополнительную ценность. Ну да, то есть, наоборот, другая дорога. Да, совсем другая. То есть, какие-то встретились люди, которые в свое время сказали, надо это сделать. Как единомышленники, да, они были, как соавторы были, да? И вы просто, как мамочка, все это дело собрали и сделали это вот таким вот продуктом, в хорошем смысле этого слова. Да, да, с каким-то опытом, который дал возможность убедиться, что мы на верном пути. Мы на верном пути. Татьяна, вот вопрос, который у меня возник, наверное, один из первых, когда я вообще собирался к вам навстречу и собирался с вами связываться. Но ведь действительно почему-то это редкость. Вода. Вот вы и вода, как соединились в этом мире? Почему вы именно в воде это начали делать? И вообще ваши взаимоотношения с водой? Есть какой-то у вас такой, ну, путь вы как-то отслеживали для себя, вот как вы к воде пришли? Ну, наверное, как и все в жизни взрослого человека корнями уходит, да, в какие-то свои ресурсы и возможности детского опыта. Безусловно, это так тоже и в моем случае. Ну, вот как-то, наверное, самым ярким впечатлением, которое сохранилось в детстве, это вот кадры с экранов телевизоров в 70-х годах, когда показывали удивительных малышей, вот Игоря Борисовича Черковского, вот одного из пионеров невероятных открытий, вот человеческих возможностей вообще, ну, в теме раннего плавания, в том числе родов, водных родов, то есть это могучая личность, которая дала миру, истории, вообще информацию, что вот такие возможности есть у маленького человека. Это, конечно, очень мощная энергия, таких открытий, этой смелости, этой родительской целостности идти за учителем в его каких-то открытиях. И вот те результаты, которые вели миру, так сказать, удивительные детки, которые плавали под водой, как рыбка в воде, это, конечно, очень было сильным впечатлением моего детства. И мне такая детская мечта, знаете, вот когда у меня будут дети, обязательно предложу им такой опыт, вот, чтобы такое чудо вот этих возможностей природных самовырождения было раскрыто, как бутон, так сказать, прекрасных предложили. Конечно, то есть первый опыт рождения вот сына, он попал в такой водяной, очень радовался этим занятиям, просто это был такой период, когда не было там какой-то изведанной системы, как этим заниматься, то есть это вот такой первый родительский опыт по наитию, интуитивный. Просто вот под руководством очень хочется. И обратная связь, конечно, и та радость, и те возможности, и какое-то удивительное состояние радости от этих занятий в домашних условиях сначала, потом я искала, где продолжить эти занятия, в нашем городе тоже нашла единомышленников. И по подсказке одной из них я получила медицинское образование уже после своей академии. И вот как-то вот это очень сильная связь. Но с точки зрения, скажем, своего плавательного опыта, вот личного опыта, ну как-то я очень быстро научилась плавать и несколько лет в детстве занималась спортивным плаванием, даже вот в какой-то момент такой эпизод в моей жизни, когда я выполнила кандидата в мастера по плаванию, и по каким-то причинам комиссия квалификационная, которая присваивает эти звания, она там отложилась, там не в июне была, а в сентябре, значит, а в это лето была Олимпиада, Олимпийские игры, а после Олимпиады всегда квалификационные нормы пересматривают. И в силу каких-то рекордов мне хватило одной секунды, чтобы, значит, в сентябре этот выполненный результат подтвердили, такое звание мне присвоили. Это было для меня очень сложной историей, вот в подростковом возрасте я больше никогда не хотела заниматься спортивным. То есть вы словили разочарование от воды в каком-то смысле? Нет, вот это какой-то жизненной истории, где определенные результаты, усилия в этом вопросе, ну вот как-то для меня там неудачно сложились, вот, поэтому у меня в принципе потом был достаточно длительный период такой уже тренерской работы в эпохе спорта высших достижений и в своем собственном личном росте в этом спорте. И я такой опыт приобрела как педагог, тоже начинающий, в меру опытный. Один из моих воспитанников в 1996 году стал чемпионом мира. И как-то вот не смогла я справиться психологически или педагогически вот с какими-то такими составляющими этого успеха. И звездная болезнь, которая посетила моего юного чемпиона, она была для меня шоком, что то количество усилий и времени, потому что чтобы прийти к такому результату, этим нужно жить 24 на 7, понятно, да? Ну да, да. Чемпионами просто так не становятся. С утра ты этим живешь с утра до ночи, вот погружаясь в это во всем и вот такое осознание, что вот ты в этот смысл жизни вкладываешь, такую вот наполненность формируешь, да, в свой жизненный период, а это приводит к такому. Ну да. Представляете, вот у меня было такое очень сложное состояние кризиса, я бы даже сказала, педагогического, где осознание стремлений к ценностям спорта высших достижений было пересмотрено, и я ушла из большого спорта, из целей своей педагогической деятельности готовить там чемпионат в области большого спорта. И вот, к счастью, имела уже на тот период вот этот радостный опыт родительства и раннего плавания, получила второе уже образование медицинское, и постепенно вот отошла от той деятельности, занятия плаванием с малышами. Это был период просто такого невероятного энтузиазма, когда такой культуры не было. Вы ее как будто создавали, да? Да, понимаете, это вот, чтобы кто-то согласился и решился там своего ребенка вот с рождения, так сказать, доверить этому опыту, стоило немалых усилий там, и поуговаривать, там воодушевлять. Вот первые мои детки, вот очень хорошо их помню, очень благодарны их родителям за вот эту поддержку, быть единомышленниками первыми, самыми смелыми, первопроходцами. Первопроходцами, да. Еще и под руководством первопроходца. Понимаете, и не просто, да, а… Да, то есть доверить как бы этому опыту и домашних занятий. Потом ванна стала мала, мы стали искать возможности перейти где-то в бассейн, это 90-е годы, и все очень не просто. Очень благодарна вот директору детского садика «Соколенок», где вот просто без всякой протекции, там какой-то, не знаю, руки сверху, просто приходит молодой человек и говорит, вот хочется с горящими глазами, она говорит, ну попробуйте, вот в вечернее время в наших занятиях, после занятий детского садика, вот попробовать оказаться с вашими малышами в этом бассейне. Вот это первый опыт, когда нас пустили в бассейн, как это все складывалось, это тоже… То есть лишь бы дошли эти первые детки там, потом уже кому-то сказали, нам понравилось там и все, там какие-то сложные детки были, которых нужно было поднять после сложных родов, и это дало невероятный результат их восстановлению, какие-то вот первые такие крупицы этого энтузиазма. Вот были основы и развитие этой культуры. Это, понимаете, вот какая произошла информационная революция. Революция просто, да. Да, да, понимаете, когда уже все понимают, что это классно, просто вот там путь покажите, как начать. Объяснять не надо, да. Да, то есть не надо уже звать как-то. Общество наполнилось информацией об этих природных возможностях. Но еще, Татьяна, что интересно, вот не только общество наполнилось, я, допустим, знаю из предварительного нашего с вами разговора, меня этот факт, честно, порадовал, это, я считаю, очень важным моментом, что выпускник, ваш инструктор, который научился работать с детками, который может уже это делать самостоятельно, он не выглядит так, как вы, когда вы пришли в детский садик «Соколенок» и попросились в тот бассейн. Ваш ученик, он уже имеет определенные документы, с помощью которых можно войти в любой бассейн, где есть место, и не будет никаких возражений. Вот можете подробно, ведь я просто знаю, что за этим стояла определенная работа ваша, чтобы так было, чтобы не надо было проситься и рисовать в воздухе пальцем, как это прекрасно. Ну, вы знаете, вот в середине 90-х, наверное, вот таких влеченных каждым своим направлением людей было довольно много, и вот мы там, несколько человек, найдя друг друга, впервые с точки зрения, ну, какой-то официальной деятельности создали общественную организацию «Здраво», где нужно было обосновать свою программу, свой вид деятельности. Ну, кто-то хотел там издательской деятельностью заниматься, кто-то готовить семьи к родам, кто-то там психологические консультации вести вот в инновациях каких-то открытий того периода. То есть вот несколько соучредителей. Мне хотелось заниматься здоровительной деятельностью для семьи, вот популяризацией здорового образа жизни для семьи. И мы создали впервые вот такую организацию, где я была вынуждена описать какой-то опыт, создать эту программу, получить рецензию там кафедры водных видов спорта, физиологов, педиатров, областной облздрава Харьковской области на то, что согласовано с ними и возможно это делать. Это в 1996 году произошло. Понятно, да? То есть первый как бы виток документальной такой вот обоснованности нашей деятельности, он состоялся в эти годы. У меня были основания этим заниматься, физкультурное образование, инструктор лечебной физкультуры, медицинское образование. Да, вот эти, так сказать, основания давали возможность быть автором такой программы. И эта деятельность вот набирала уже какие-то витки нашей такой популяризации этого вида деятельности. И потом уже, когда зародилась культура вообще творческих занятий с детьми в дошкольном возрасте, как альтернатива государственным детским садикам, формировался только опыт предложения специалистов, дошкольников, неформальный опыт. Ну да, поначалу еще как неформальный выглядел. Да, да, вот это же тоже первый виток, в который роль личности в истории, да, мы говорим. То есть вот, скажем, там, Клуб Семья Тадая, Валентина Чичкун, это просто, не знаю, гигантская, громадная роль личности в истории развития информационного пространства, вот в Украине в том числе. То есть проект, который помог в течение трех лет переподготовить специалистов в области родовспоможения во всех регионах Украины, вот совместный такой голландский проект, потому что в Голландии домашние и естественные природные роды 70 процентов занимают в государственной системе, и только 30 процентов в роддом идет. Понятно, да, то есть Голландия в области педиатрии одна из прогрессивных стран в мире, где по статистике самые здоровые дети рождаются, и во многом это благодаря именно такой системе подготовки к родам, естественных природных родов и так далее. И вот Мишель Аден, один из ведущих в мире специалистов, который был как раз одним из главных участников вот этого проекта переподготовки специалистов, и благодаря личности и деятельности Валентины в 2002 году в Украине приняли закон о том, что женщина может выбрать роддом, о том, что это совместные роды, о том, что роддом для женщины, а не женщины для роддом. Да, да. Понимаете, да, это огромное количество витков вот этого развития вот какого-то природного, интуитивного вот опыта, где уже эти дети хотели подрастая в других каких-то форм и своего развития там своевременного, да, для этого поколения детей. Создавалась вот эта культура, огромный такой виток создания и принятия этих программ неформальных, от практиков в теорию, в какое-то официальное утверждение. Обоснование какое-то, да, в документы. Да, да, вот Вертруда Шпатаковская, вот Крошка.ру, вот Одесский такой союз университетской деятельности и вот этой вот перинатальной психологии, педагогики раннего возраста, перинатальной педагогики. Это все вот такие пазлы, энтузиазм очень конкретных людей, приведших к тому, что сформировалась культура, направление, вот педагогика, какие-то программы там и так далее, да. То есть это тоже очень важный такой этап, который совместными усилиями формировался. Я просто часть этого пространства, в котором. И я хочу сказать, что вот когда вот эти занятия формировались, ну и родителей хотелось перетянуть в бассейн, вот мне очень хотелось вот, наверное, на современный манер, это как говорят, миссия, да, вот какой-то организации, да, или какого-то направления, да. Вот когда это уже достаточно грамотно с точки зрения построения, да, этапов своего развития сейчас формируется, то, наверное, тот момент, может так тоже это назвать, вот миссия, когда ты думал о стратегии в целом, вообще, о какой-то долгосрочной стратегии этого развития. Вот мне очень хотелось, чтобы притянулись такие родители и детки, которые разделили с нами вот этот опыт радостного такого опыта взаимодействия со своим ребенком благодаря нашим занятиям. И потом хотели этим делиться, то есть создавать вот такие островки счастья вот уже в своих собственных каких-то талантах, авторских наработках и так далее, и так далее. И вот если, конечно, вот оглянуться на этот период, то так оно и состоялось. То есть, наверное, 90% тех, кто пошел уже продолжать развитие этой нашей деятельности в своих там клубах, городах и территориях, да, кто там где уже оказался. Это мамы, которые прожили этот опыт со своим ребенком и уже потом в энергии, как говорится, отдающих своих каких-то талантов и видений, как это организовать уже в своем собственном пространстве, смогли это сделать. Вот это тоже очень дорогого стоит, что хочется вот мысленно притягивать таких ищущих родителей, желающих развиваться вместе с ребенком, расти. Не просто пользователи пришли там поплавать у моего ребенка, мы будем довольны. А вот единомышленников, то есть вот огромный такой посыл был, и другая грань этого, ну, этой мысли, да, этого желания, это желание долгосрочных связей. То есть огромная радость расти рядом друг с другом, то есть вот однажды состояться как близкие друг к другу в какой-то грани вот люди и идти какой-то вот общей дорогой где-то, ну вот радуясь и видя и сохраняя эти связи друг с другом. И, конечно, в этом смысле для меня вот продолжением нашей деятельности явилась возможность попасть вот в детский, во дворец детского иношеского творчества. Где мы сейчас с вами находимся. Да, да. И вот здесь уже существовала эта культура, детский клуб и подводные фотографии дайвинга. То есть вот эта связь как бы бассейна и открытой воды, вот она состоялась в моем пространственном видении, в моем желании это сохранить как будущий ресурс, для чего это нужно. Вот, да, плавать полезно там три раза в неделю. Ну да. То есть расширяет границы, раздвигает границы открыть этот прекрасный мир для себя там, где ты оказался в воды и это уже не агрессивная для тебя среда или там полная опасность, а дорога в открытие, в какое-то свое развитие там и так далее, и так далее. В этом смысле с клубом, конечно, очень важная история соединила меня от грудничкового плавания в возможность приглашать наших выпускников вот в эту программу творчества, связанного с подводным миром, подводного фотографирования. Это тоже вот детище Кушнира Владимира Абрамовича, как одного из тоже продолжателей этой культуры вообще вот интереса к подводному миру, заложен на существующему в нашем городе там 60-х, 70-х годов, то есть с историей, так сказать, своей поколений, выпускников. И мы обновили программу, как бы омолодили ее чуть-чуть. Получается, когда я попала в клуб, 12-13 лет подводно-техническая подготовка, вот был крайний возраст, так сказать, предложений для детей. Вот, ну а мы сделали программу там 5-6 лет, то есть такой эстетический ресурс восприятия этой деятельности, сначала через творчество, через знакомство с разными гранями подводного мира, вот подводной фотографии, удивительных свойств воды, географических открытий, каких-то познавательных ресурсов, связанных там с великими людьми, которые для себя тоже терпали свои опыты ученых, открытий, творчества и путешествий и так далее. И она стала пользоваться большим таким успехом, эта программа, и наш такой эксперимент поддержал юных фотографов. И, конечно, переход от пленочной фотографии вот сложно, достаточно технически используемой до прихода эры. Да, вот эта коллекция ваша, конечно, удивляет. Да, она, ну как бы, технически омолодила возможность взаимодействовать с более простыми фотоаппаратами для детей уже там 4-5 лет, уже ребенок понимает, как сделать кадр. Ну, конечно, развитие технологии помогло, если раньше нужно было вот это вот серьезно иметь. Я признаюсь вам, что вот вашу выставку, которую сейчас на экране все увидят, я первый раз это все увидел вот так близко у вас, потому что сейчас ты достаешь GoPro, ныряешь с ней под воду, нажимаешь на кнопку, у тебя есть кадр. Это может сделать действительно 4-летний ребенок. Мне хотелось бы вернуться к этому моменту касательно вот того, что ваш выпускник, инструктор, которого вы подготовили, сегодня приходит, например, в бассейн, ну какой-то Харьковский, например, бассейн. Мне сейчас трудно сказать, в каком бассейне нет вашего инструктора, но, наверное, есть. Давайте так предположим, что есть. И он говорит, и ему говорит директор бассейна или управляющий бассейна, кто ты такой? А он говорит, я учился у Татьяны Азаренко, я могу с детками и с мамами. Он спрашивает, с какими детками? А ваш инструктор подготовленно говорит, ну, например, с двухмесячными детками. И управляющий говорит, я проблем себе не хочу, до свидания. А вот сегодня такой разговор вряд ли будет, потому что вы постарались, чтобы было, вы стали с автором вот этой интересной методички. Получается, что сначала это был декларационный патент, который авторскую программу подтвердил. А следующим витком было участие в таком очень важнейшем проекте для вообще развития такой деятельности, связанной с ранним возрастом. Это методические рекомендации Министерства науки и образования Украины по пренатальной перинатальной педагогике. Такой вот был коллектив авторов, которые были настроены внести инновационные какие-то предложения с точки зрения рекомендаций, где мы не снизу идем вверх, вот мы тут все делаем, помогите нам, чтобы это было официально. А все-таки это было желание, ну, такой вот структуры обратиться к практикам, чтобы сформировать толковые такие советы, как официальный документ, дающий основания, опираясь на него, формировать уже различные виды своей деятельности. И это, конечно, было в 2013 году просто инновационным документом, который простроил и поддержал огромное количество авторских программ, связанных с подготовкой к родам, с пренатальной психологией, с сопровождением семьи в ранних этапах, на всех уровнях запроса родителей, включая занятия в домашней ванне, плавание в бассейне. Вот наша программа легла в основу этих методических рекомендаций Министерства науки и образования Украины и дала возможность, подготавливая специалистов, уже в союзе с этими рекомендациями быть обоснованными в своих организационных вопросах открытия таких видов деятельности у себя на местах. Получается, вот приходит подготовленный по нашей программе, получивший сертификат, прошедший обучение, практику, стажировку специалист и хочет организовать такие занятия, обратившись за формой аренды или формой досуговой деятельности или популяризации здорового образа жизни, как общественная организация, то есть в разных ипостасях. И предлагает вот здесь это организовать. И когда уже вопрос, а на каком основании, что вы будете делать здесь с маленькими детьми, мы уже можем предъявить этот документ как рекомендацию. Методичка, которая утверждена Министерством образования Украины. А вы на каком основании можете это делать как организатор? Мы прошли обучение, имеем тоже соответствующие документы. И ваш сертификат, который инструктор получил у вас, плюс эта методичка, это два документа, которые говорят, что перед управляющим бассейном или директором стоит адекватный человек, который не опасен, у которого есть все соответствующее. Да, и эта деятельность, она дозволяется, разрешается с точки зрения методических рекомендаций. Вот это, на мой взгляд, Татьяна, очень важный момент, потому что сейчас, я думаю, нас могут смотреть как и ваши выпускники, как ваши ученики, так и люди, которые сейчас у вас увидели, возможно, первый раз, а может, раньше у вас просто слышали, и они не до конца понимают этот момент. И тогда следующий вопрос вытекает из этого. А ваши ученики, которых вы воспитали, которые могут быть инструкторами, вы всеми, скажем так, довольны, как они дальше несут это знамя водного развития? Все ли стараются так вот, их широкая география, мы уже об этом сказали, да? То есть все реализуют так, как вы это заложили? Все ученики, которыми сохраняются вот такие долгосрочные связи, и как бы на начальном этапе я очень старалась поддержать вот таких начинающих специалистов, то есть мы достаточно длительный период, много лет ежемесячно проводили такие открытые скайп-конференции вопросов и ответов. Да, это очень важно. Да, где вот... Такая методическая поддержка. Такая методическая поддержка была, вот какой-то такой длительный период у нас был системных таких встреч, и в общем-то все долгосрочные связи, которые вот в формате таких встреч сохранились, я просто, не знаю, счастливый человек, вот я вижу, как развиваются от начального этапа до уже вот такой зрелой формы самостоятельного клуба и возможности даже обучать уже внутри своего клуба, своих помощников и делиться этим опытом со своими единомышленниками в формате своего региона, там еще вот как-то это происходит. Я очень рада, что это дало возможность развиваться, вот просто восхищаюсь выпускниками и желающими начать с нуля. Сейчас это тоже есть. Да, сейчас это вот перешло немножко вот в другой уже более такой уровень, у нас есть ежегодная всеукраинская конференция, которая открытая, и возможность ежегодно обменяться опытом в виде вот уже подготовленных докладов и выступлений. Я очень благодарна нашей кафедре водных видов спорта, вот ее заведующей Пилипко Ольги Александровне, которая тоже вот откликнулась просто на энтузиазм, на предложение быть в союзе вот с такой нашей инициативой по раннему плаванию, провести конференцию первую. Я думаю, что на начальном этапе нас очень настороженно воспринимали, но я настолько благодарна вот нашей команде профессионалов и доклады были такого высочайшего уровня и методически выстроенные, что мы вот заслуженный авторитет после первого раза где-то возвели, так сказать, в нашем сотрудничестве, и уже многие годы это делаем. Вот, и формат наших курсов повышения квалификации нас объединяет, то есть это уже возможность выйти на запрос по каким-то конкретным направлениям, или возрастным группам, или вот новому какому-то нашему опыту. И вот этот формат курсов повышения квалификации, как методическая деятельность нашего центра, он очень активно развивается и нас объединяет, то есть мы практически не теряем связи вот с теми выпускниками, которые получили первый опыт курсов в нашем метод-центре, и потом имеют возможность такой поддержки. Сейчас вот третий год уже пошел, это формат международной школы плавания СССР, которая тоже обросла уже, наверное, полусотней специалистов сертификата международного уровня, и мы тоже постарались, поскольку это новый опыт был и для нас разобраться во всей этой системе структурированности и взаимодействия с этой школой в таком онлайн-пространстве, да, вот как присуждать сертификаты, как регистрировать детей, какие обязательства есть, какие этапы, как проводить зачетные занятия, как расти, переводя из уровня в уровень детей, то есть огромное количество вопросов перед нами возникло, и мы, конечно, сами в это вникали и разбирались с этой системой, и уже готовы оказывать поддержку, как это сделать. Я обучалась у Татьяны Дмитриевны Азаренко в далеком 2008 году, и что мне это дало? Я думаю, каждый ее ученик однозначно скажет о гениальности, мудрости самой методики, о ее удивительной грамотности, профессиональности, уникальности, гениальности и такой какой-то вот мудрости. Вот, я от себя хочу сказать, что для меня вообще знакомство с Татьяной Дмитриевной и возможность быть приобщенной к этому такому чудесному делу — это, помимо всех профессиональных навыков, это такая возможность находиться в совершенно уникальной среде и профессиональной, родительской. Вот у меня мои друзья любят говорить, что я живу в теплице. И вот действительно, как рыбка в воде, и методика эта, и бассейны, в которые внедрена эта методика — это своего рода такие теплицы. Вот. Туда приходят родители именно те, которым важна забота о детках, и важно их здоровье, важно их развитие. Вот. Если приходят родители с какими-то другими целями, они просто, как правило, не задерживаются. И получается, что вот в Харькове, по крайней мере, бассейны с методикой «Рыбка в воде» — это бассейны, в которые царит какое-то добро, что ли, я не знаю, какая-то вера в людей, вера в родителей, вера в мудрость родителей, в их поддержку, вера в невероятный потенциал ребенка, в развитие ребенка, какая-то элементарная доброта по отношению друг к другу, невероятный профессионализм. И сколько не удивляюсь, вот наши все инструктора настолько умеют придумать какие-то раз за разом новые штуковины. Каждый раз приходишь в бассейн и видишь там какое-то новое изобретение, новую какую-то там штуковину, которая там применяется, там и так, и так. Вот. И мне раньше казалось, что это норма, и что абсолютно нормально жить в таких условиях. Но, как показывает практика, эти вот теплицы, которые создаются с помощью Татьяны Дмитриевны и ее единомышленников, вот они такие уникальны сами по себе. И я очень рада, что я отработаю в одной из таких теплиц. Добрый день. С Татьяной Дмитриевной Азаренко я знайома уже 20 лет. Вперше я прийшла до неї в 2002 году с маленькой донечкой. Мы пришли плавать, заниматься грудничковым плаванием. Первое, что выражает, когда приходишь на уроки до Татьяны Дмитриевны, это атмосфера, атмосфера казки. Тренерка, яка читает вирши, спевает песни, счастливые дети, счастливые батьки. И казковым чином дитина плавает. Через 12 лет я прийшла до Татьяны Дмитриевны уже с маленьким сыночком. Мы снова вкнулися в цю казку, гралися, спевали и попливли. Цего разу я решила поринути в казку глибше, дізнатися, как готовится ця казка, стати таким собі казкарем. И прийшла курсы Татьяны Дмитриевны Азаренко, инструктор раннего плавания. Что это мне дало? В первую очередь, как мама, я маю двоих здоровых детей. За 20 лет моя донечка хворила два рази. Два рази мы пили антибіотики. Всю решту рази у меня сопли не заходило. Сыночок за свои 8 лет не хворил жодного разу. Другая моя дитя гармонійно развинена. Ну и другая часть, я маю работу, на которую я иду счастлива. Я там бачу посмешки, я читаю дитям верши. Ми співаємо, танцюємо. Я вражена, я бачу цей результат, як ці дітки плывуть. Ну и родзинка на тортику. Моя донечка два роки тому теж пройшла курсы в Татьяне Дмитриевне Азаренко. Тепер вона теж тренер раннего плавания для діток від 3 до 6 років. Паралельно вчиться в институті физкультури на реабилітолога. Як говорить Тетяна Дмитриевна, коло замкнулося. Дитинка, яка прийшла до неї плавати, сама стала тренером. Дякую за увагу. Поэтому многие выпускники, которые проходят либо переподготовку в формате переатестации на уровень документов. Тренер бэби-свимминг, ти-тичер, поскольку у нас вообще совпала программа на 200% с программой ССА. Я могу практически всех своих выпускников просто переатестовать на новый документ. От международный стандарт. Да, на новый документ. А можно нам, например, как-то обучиться посредством дистанционного, так сказать, образования? В том плане, что понятно, харьковчанам повезло. Просто обратились, приехали, вот как я к вам. И пообщались, и увиделись, и все можно, все просто можно решить. Вот что дистанционно вы сегодня можете в плане обучения? Посмотрите, конечно, мы всех во всем мире очень талантливо этому обучились ввиду определенных обстоятельств, которые нас перевели, так сказать, в дистанционный формат. И, конечно, мы тоже огромное количество информации, которую мы давали в очном формате, мы подготовили в дистанционный формат. Мы вынуждены все, да? Вынуждены, да. У нас очень детально базовый курс выстроен в формате наглядной видеопрограммы, которая дает возможность детальнейшим образом пройти этот курс в онлайн формате. А практику, например, уже регионально. То есть я знаю прекрасные клубы, которые могут многие годы уже работать по нашей методике, поэтому, скажем, не обязательно к нам приехать. Можно регионально. Да, потому что это сейчас сложно, может быть. Тем более вы же за один день обучения не проводите. Да, то есть методическую составляющую мы можем преподнести в онлайн формате, а уже непосредственно практику для начинающих специалистов, которые вообще не имели никакого опыта. Никогда, да? Мы, конечно, зовем в первую очередь на стажировку на практику в условиях нашего клуба, нашего центра. Ну, то есть частично обучение онлайн, частично все-таки практика, да? Да, если речь идет о начинающем, да, речь идет о совершенно начинающем вот первом опыте, который человек для себя открывает и проходит этот опыт. А если уже такой опыт наработан, ну, какой-то, да, свой практический опыт, и нужно просто его сформировать в пространстве вот нашей программы, да, как этапно расти вместе в профессиональном смысле, то здесь, конечно, очень индивидуально решается вопрос, и мы можем... Есть возможность, да, все-таки обсудить, да? Да, рекомендовать либо регионально, где там есть поблизости у них такие акватории, либо это внутри их клуба происходит, и мы курируем эту практику. То есть тут уже индивидуально согласовываем. Конечно, такая возможность есть, и весь мир постарался помочь друг другу в тех условиях, в которых мы оказались вынуждены в связи с событиями нашей пандемии. И прочих каких-то моментов. Для нас это тоже очень важный момент, понимаете, вот, скажем, если анализировать, как мы 3-4 месяца перерыва, да, вынужденного в работе, который был достаточно стрессовым, шоковым для всего мирового сообщества на всех уровнях, так сказать, профессиональных сфер, да, 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 то вот я тоже очень благодарна нашей команде и союзу, вот, системы знаний и коллеги мыслей, которая дала возможность выстроить этот период из такого карантинного, какого-то замкнутого пространства в систему взаимодействия с родителями. И нам за эти месяцы удалось поддержать и связь, и систему занятий, и элементы сохранения навыков в домашней ванне, и какие-то познавательно-образовательные моменты. Самим не потерять свой уровень компетентности с вынужденным перерывом, понимаете, ну, там, 4 месяца не работает, да, ты через 4 месяца, как ни крути, потеряешь свой уровень той профессиональной состоятельности, которая у тебя была до перерыва, и нам нужно было это обязательно тоже сохранить, и нам это удалось, это тоже для нас огромный подарок и ресурс такой командной работы, которую мы все вместе проделали в этот период, и даже делились с теми, кому было сложно, чтобы не унывали, можно, в общем-то, продержаться было. Татьяна, вы сейчас сидите на фоне картины, которая, хотелось бы, чтобы вы об этом пару слов сказали, потому что мне кажется это важным, когда кто-то из учеников не просто говорит, спасибо вам, Татьяна, что вы научили, да, а когда кто-то хочет что-то сделать, и особенно когда это что-то такое масштабное, такое интересное, можете пару слов сказать? Вы знаете, вот если немножко издалека начать, то за полувековую историю клуба Дельта и как бы возможности иметь связи, так сказать, долгосрочные с выпускниками, и уже они приводят своих детей, внуков, да, то есть вот три поколения уже, так сказать, в долгосрочных связях находятся, то, наверное, можно с радостью сказать, что вот в силу такого опыта прикасаешься вот к такому явлению жизненному, как детская мечта, да, вот что такое детская мечта, это вот что-то, что зарождается. Ну, мы уже поняли, что у вас такое детская мечта. Да, 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 и вот я, например, могу такой пример привести одного из очень давних выпускников, вот Кушнера Владимира Абрамовича, который там мечтал побывать в Антарктиде, да, и вот там в сегодняшнем дне или в каком-то вот недавнем периоде это многократный участник и организатор антарктических экспедиций украинской станции Невернадского, заведующий кафедрой зоологии в нашем университете. Понятно, да? Здорово. Это тоже вот какой-то пример, какой-то такой мечты, которая сбылась и по-своему как-то вот удалось к этому прикоснуться. Еще какая-то мечта, связанная с этим состоянием радости и счастья от впечатления подводного мира, и сейчас это вот заведующий аквариумом в зоопарке. То есть вот что-то, что привело и дало возможность наполниться, вдохновиться, где-то вот воодушевиться какой-то мечтой, выросло потом уже в какую-то свою счастливую жизнь профессиональную. И вот то, что касается этой картины, здесь тоже, наверное, можно сказать, что произошло это прикосновение, да, когда одна из выпускниц клуба, прикоснувшись к какому-то пространству, вот открытий, созданных нами вместе тут на занятиях, была основателем песочной анимации вообще в Украине как явления, как события. И обладая огромным талантом и диапазоном своих вообще творческих возможностей, начиная с самого детства, это и подводные фотографии художественные, одна из лучших коллекций клуба вот в авторстве этой выпускницы. И эта картина, написанная ей в благодарность, в подарок клубу, за то период счастливого детства, проведённый в этих стенах, тоже вот нас связывает с Дарьей Пушанкиной, известным художником песочной анимации, создавшим огромное количество фантастических проектов в этом направлении, объездившим, наверное, весь мир со своими интереснейшими идеями и реализацией этого творчества, созданием анимационных проектов в этом направлении. Такой вот прекрасной звёздочке тоже когда-то нас связывал и всегда будет напоминать нам. А в этом пока жива и цела эта картина. У нас даже есть фильм о клубе, который снимали, наверное, лет 20 назад, «Искусство очень нужно людям», где ряд детей, которые участвовали в этом проекте, это был фильм, где ни одного нет документаторского слова, только мысли детей так построен был этот фильм. И они вот рассуждают уже о своём настроении, своих впечатлениях в этом творчестве, о взаимодействии с подводным миром, о своих мечтах, о каком-то своём будущем. И вот есть тоже кадры маленькой девочки, мечтающей о каких-то прекрасных высотах в творчестве или, например, рассуждения молодого человека, который тоже в дальнейшем состоялся как путешественник и организатор каких-то возможностей для погружения во всём мире, руководитель аквацентра или ещё каких-то масштабнейших проектов в своём профессиональном развитии. Это тоже очень здорово и интересно наблюдать, как сбываются мечты, и мы можем прикоснуться к этому. Фотография подводная, она отличается от суши, потому что она там больше, можно придумать, что фантастическая, какой-то даже больше авангарда, которая станет интересной для меня. У меня ещё есть мечта сделать свою выставку фотографий. Мне бы очень хотелось посвятить в жизни своей искусству фотографии. Кто снимал замечательный гвоздь? Показывайте. Показываю всем гвоздь. Кто снял гвоздь? Автор. Я считаю своего тренера Владимира Аброновича очень прекрасным человеком, который всю свою семью хотел сделать пловцами или фотографами. И он даже отдал своего внука на плавание, когда он был очень маленький, грудного возраста. Его начали уже учить плавать. А так я считаю, что он очень добрый человек, поскольку он занимается делом не ради денег, а ради удовольствия. Он очень хочет, чтобы наши харьковские дети были очень талантливы. И он тратит на это, я считаю, немалые деньги, чтобы получить какой-то хороший результат. Поэтому, когда дети приходят сюда, для меня это огромная радость. Вот сейчас, скажем, человек 10-12 малышей, 4-5-6 лет, которые у нас плавают. И отчасти плавают в моей группе, где я сохраняю еще свой такой радостный потенциал тренера в непосредственной работе с детьми. И вот в бассейне, конечно, не поговоришь о жизни, а хочется. Все время что-то нужно делать, заниматься. Следующая группа пришла. Вот такой произвольной обстановки, возможности просто открыть для себя общение практически нет. И это такая радость, когда они раскрываются на этих занятиях, мы можем поговорить и вообще открыть этот мир друг для друга. Это невероятный источник какой-то радости и огромного желания сохранять этот фрагмент такой живой работы с детьми в своей жизни на наших занятиях. И, конечно, очень интересно наблюдать, как они растут. И когда ребята приходят в этот класс, я говорю, что это пространство, которое притягивает романтиков. Да, вот кто сюда приходит? Да, однозначно. Мечтатели, романтиков, путешественников, тех, кого впечатляет вот эти невероятные границы человеческих возможностей, удивительной природы нашей планеты. То есть неизвестно, как это с точки зрения прикладного какого-то опыта в их профессиональной жизни состоится. Но что мы видим? Получается, там мальчишки, девчонки у нас такой формат. Один раз в неделю теория, под субботом, один раз в неделю бассейн. Он, наверное, с точки зрения системы занятий, как хобби-класс. И приходят ребята, которые настолько многогранно талантливые, вот дети, вот наблюдаешь за тем, кто притягивается, да? То есть они успевают и английским заниматься, и наукой, и спортом, и танцами, и музыкой. То есть когда собираются клубные какие-то общие встречи всех поколений, никого со стороны приглашать не надо. Этот потенциал вот... Хватает своих, да? Да, да. И с избытком, наверное, да? Многогранных талантов, которые в детях проявлены, он просто восхищается. Какие у нас талантливые дети. То есть вообще нету даже ни одной мысли, знаете, про умирание человечества, про то, что поколение там ужас-ужас. Вот знаете, вообще нету никакого. То есть такие приходят классные дети вообще, вот даже семьи. Вот наблюдаешь, какие вот мама, папа, вот они какие-то светлые, такие ищущие, любящие. Настолько какие-то в состоянии познания находятся. Вот то пространство наблюдения за теми, кто притягивается на эти занятия, оно как-то такое состояние радости и веры в наше человечество создает. Какие-то удивительные, светлые, добрые, не знаю, хорошие, классные дети приходят. И получается, что вот они растут и, к счастью, вот удается создать вот эту вертикаль старший с младшим. Вы знаете, вот много поколений уже, да, перед глазами. Даже можно сказать, что 4-5 лет это уже поколение новое, вот отличает. От других, от других, вот какие-то темпы информационного пространства, вот уже нам дают обратную связь. Новый виток какой-то, как будто бы начался, да. Виток какой-то, какие-то другие дети пришли. Да, я тоже это замечаю. Другие дети пришли, опять другие дети пришли. Вот, и удается вот эту вертикаль создать, как бы, внимание старших ребят к младшим, да, вот какой-то вот семьи такой, да, объединяющей нас и в учебном процессе, в время занятия в бассейне, и в возможности организовать и такие оздоровительные лагеря, выезды, где все возраста объединяются вот какой-то нашей общей поездкой на природу, к реке, к морю. Вот, и получается, что вот многим детям, многие дети одни в семье, ну, вот как-то так сейчас многодетных, культура многодетных семей тоже в силу каких-то причин, ну, мало встречается, да. Да. Да, и вот, а им очень нужно вот это состояние заботиться, и здесь они имеют возможность это проявить, вот как это нужно ребенку, который один в семье, вот эта энергия какого-то внимания к более младшему. Очень классно тоже вот за этим наблюдать. И получается, что они, получив это внимание и поддержку от старших детей, вырастая, вообще не имеют проблемы подобным образом формировать свои взаимодействия с теми, кто младше. То есть вот эта вертикаль, то есть когда ты был маленьким, тебе помогали, там, с тобой за ручку плавали, тебе там, ну, в общую команду брали, там, играть в волейбол или там плавать вместе в каких-то там путешествиях. Понятно, да? Да, да. И получается, что вот эти дети вырастают, и у них есть эта, ну, линия, так сказать, поведения. Возможность отдавать есть. Отдавать. Вот этот навык. Да, да, да. Потому что они получали. Сейчас вот, уже сейчас вот ребята 16, 17, 18 лет, вот они уже с малышами возятся. Уже смотрю, 14, 15, но это не 100%, это вот тоже, знаете, какое-то качество таланта педагогического. Конечно, безусловно. Да, когда это в радости. Ну и среда способствует. Да, да, и вот эти дети, вот они где-то проявляют себя уже в каких-то ситуациях, тянутся к этому и подрастая тоже нам помогают опять. То есть вот этот круг такой вертикали помощи и заботы старшего к младшему, он тоже очень дорогого стоит и дает огромное удовлетворение от того, что ты хоть как-то отчасти к этому прикасаешься с точки зрения своей практики таланта педагогического. Ну это да. Татьяна, хотелось бы от вас услышать о интереснейшей грани вашей работы, на мой взгляд интереснейшей, это о вашем международном сотрудничестве, о ваших международных связей. Вот как у вас складывалось, и это удивительно, что такой интерес к нашему харьковскому подводному движению, водному и подводному. Да, знаете, это тоже вот очень интересная такая часть жизни, когда в Донецке вот проводился, наверное, проводится уже около 40 лет тоже детский фестиваль международный. Вообще творчество связано с подводным миром, подводной фантазией. Удивительно, международный в Донецке. Да, да, да. Ну вот он просто вот, это тоже вот энтузиазм конкретных людей, вот пары, где дайвинг и художник, ну в одной семье, да, получается. И это масштабнейший фестиваль был вот все годы, там до 10 тысяч работ со всего мира они получали. То есть это огромный поток вот какого-то центра подводного творчества детского вот был сформирован культурой вот развития этого фестиваля. И вот, по-моему, в 2000 году мы предложили наши фотографии художественные на конкурс фотографий этого фестиваля и нас с радостью приняли. И на этот фестиваль вот ежегодно приезжал Даниэль Мерсье, он является организатором Всемирного фестиваля подводных изображений в городе Антибе. И выбирал из этих рисунков какой-то рисунок, который становился афишей его фестиваля. И вот у него была такая традиция, когда он ребенка, который создал этот рисунок, и его учителя приглашал как почетнейшего гостя этого фестиваля. И создавая там невероятное пространство вот какой-то волшебной такой фантастической культуры, вот объединяющей всевозможных людей, всех профессий, видов, направлений, деятельностей, возрастов, влюбленных в мир, в подводный мир, в море, в воду. Такой вот какой-то удивительный человек, такой вот человек мира, я бы назвала, вот в своем городе создал этот фестиваль. Даниэль Мерсье, один из первых акванавтов планеты, 91 год он праздновал в этом году. Вот, и он увидел детские подводные фотографии на фестивале в Донецке, сказал, как здорово, мне это так нравится, я хочу, чтобы в моем фестивале тоже был конкурс детских подводных фотографий, young photographer, вот я номинирую такую, значит, отрасль в фестивале и приглашаю вас впервые быть почетными гостями моего фестиваля. Вот в 2001 году мы с четырьмя детьми отправились быть гостями этого фестиваля, были невероятно впечатлены тем событием, такой мини-город, как бы формируются шатры такие вот, и действительно это всемирный фестиваль, то есть там с Тихоокеанских островов, со скандинавских стран, с Австралии, с Новозеландии, там, с Америки, с Арктики, откуда только не приезжают, с Аляски, вот это действительно настоящий всемирный фестиваль, который объединяет огромное количество разных очень интересных направлений. Это фильмы идут в трех категориях, любительские, профессиональных телекомпаний и таких вот магнатов, суперпрофессионалов, как National Geographic, там, Blue Planet, BBC, вот такие масштабнейшие проекты в области подводного мира, и очень престижно перед тем, как прокат выпустить такой фильм, получить вот золотой бронзовый ласт, золотой ласт этого фестиваля. Золотой ласт там, да? Такой, да, золотой ласт в номинациях, или золотой аквалангист там в разных номинациях. То есть вот идут фильмы, огромная экспозиция всевозможных фотографий на всевозможные темы, там, от черно-белых до цветных, вот огромного масштаба, такие выстроенные выставочные площадки. Приезжают научно-исследовательские институты со всего мира и делают презентации своих научно-исследовательских проектов или открытий. А всегда каким-то суперпочетным гостем фестиваля является вот какой-то приглашенный, какой-то там фантастически интересный человек. Ну, например, там на Луну летал, вот островитянин был когда-то гостем, или человек, который там совершил какое-то открытие в истории вообще происхождения человека. Вот, или там Цилаканту, древнюю рыбу, нашли впервые, этот проект создавали. Ну, как это вообще произошло, как сама идея, да, этого всего произошла. Это музыканты со всего мира, влюбленные в море, которые вот музыкальное сопровождение вот этих фильмов BBC, Планета Си, National Geography, вот музыкальное сопровождение. Вот, например, Вики Ямамото, это известная сопрано, такая вот японка. У нее муж-дайвер из Франции, она завсегдата этого фестиваля. Ее фантастические оперные арии и голоса звучат, вот, как, между прочим, и команда Кусту, которая вот у истоков стояла вообще истории, да, каких-то подобных открытий. Да, мирового исследования. Да, сейчас вот еще был там Филипп Тае живой, вот мы застали. Потом такая легенда Ганс Хасс тоже, он, по-моему, почти до 100 лет даже, вот, несколько раз мы его застали. Ганс Хасс и Лотта Хасс. Есть даже медаль Ганса Хасса, которую за какое-то невероятное вот открытие в области подводного мира, вот, ЮНЕСКО, значит, презентует, вот, там, Люк Бессон, вот, он тоже огромный любитель, любитель свои фильмы создавал, и Жак Майоль, вот, приезжал. То есть, я, эта атмосфера настолько непосредственная, что вот, как мы с вами можем с любым человеком поговорить, вот, подойти там к Кусту, вот, мы там подошли с детьми, он всех пообнимал, поцеловал, подарил нам эти комиксы, которые ему отец в детстве писал. Вот, там, пригласил на какой-то там проект, где рассказывал там какой-то идеи, там, как это, детская экспедиция, например, там, вот, мечта, вот, если бы это была детская экспедиция, или там, здорово, да, да, или, например, вот, какой-то проект, вот, как нашли вот эту пистеперую рыбу, целлаканта, считаю, что она вымершая, ну, уже, и, ну, вот, где-то какие-то находки рыбаков наводили на мысль ученых, что все-таки где-то есть. Где-то она плавает еще. Да, да, и вот там огромную экспедицию такую международную организовали в поисках вот этих целлакантов, и вот три месяца, значит, срока дали, и вот уже заканчивается буквально вот еще там день-два, ныряют, и, значит, уже все, не нашли. Не нашли, да. Не нашли. И как вот, фу, хошмуршки, и как в последний день этой экспедиции, там, это глубины 100-120 метров, это технодайвинг, это очень серьезная такая техническая подготовка этой экспедиции, вдруг они в пещере находят пару, да, и вот это люди, которые очевидцы этого всего, вот они рассказывают, как это произошло, вот, как там бокс треснул, потому что он до 120 метров, а рыба на 123 ушла, и так хотелось еще за ней, что уже, так сказать, голова отключилась, да? Разумное это решение, да. Разумное уже отступило, да, эмоции взяли свое, потому что ты видишь ту рыбу, про которую никто даже не знал. И вот дали огромный замок, такой зал, и вот такие, там, наверное, три на четыре вот эти вот фотографии, там, и макро, и эти, ну, вот, чешуйки, и эти рыбки, и эта пара, вот там огромный был зал сначала, вот анонсирующий этот проект, тоже вот совершенно невероятные открытия. Или, например, вот Кристиан Петрон, он известный оператор, который впервые для Discovery снимал прямой репортаж о Титанике, вот он погружался в батискафе и впрямую вел репортаж впервые, вот он «Затонувший Титаник» вел тоже, вот он невероятно интересно это рассказывал, когда вот впервые мы вот соприкоснулись тоже с этими открытиями. Понятно, да, то есть фестиваль – это что-то вот невероятное какое-то вот действие, в котором вот каждый год это вот что-то, что вот потрясает до глубины души, и живешь этим целый год. У нас уникальная коллекция фильмов, подаренных авторами о своих путешествиях к клубу для детских занятий. И вот в 2006 году Даниэль Мерсье в какой-то приватной беседе сказал, «Я мечтаю, чтобы в Харькове был детский фестиваль, я вам покажу все лучшие фильмы, вы только их детям показываете, у вас такой клуб». И мы 13 раз побеждали «Золотого аквалангиста» имеют наши дети за свои работы по творческой фотографии. И вот он как бы, знаете, вот зарядил нас на то, чтобы мы такой фестиваль провели. Вот, в общем-то, это непростая задача организационная была такая. И вот нам захотелось его пригласить. Мы настроились один раз это сделать. Вот мы уже столько раз туда ездили, уже просто закон благодарения требовал. Требовал уже ваших решительных действий. Да, чтобы мы его пригласили. И вот такая возможность состоялась. И еще у нас очень такая дружба добрая завязалась с Андре Лобаном. Он 20 лет проплавал в команде Кусто. Он вот обладатель «Оскара» за фильм «В мире безмолвия». Он оператор команды Кусто, капитан его подводной лодки «Желтого блюдца», инженер, разработчик огромного количества технических открытий, которые они сделали в своих экспедициях. И вот он пережил такую трагедию в команде Кусто, когда вот в силу не очень простого характера Кусто вышвырнул, так сказать, с Калипса. Кусто, без слов благодарности, такую трагедию пережил. И со временем, отойдя от всех своих жизненных переживаний, он стал заниматься подводной живописью. И в последние годы своей жизни был известен как художник с мировым именем, открывший направление подводной живописи и создающий подводные картины. И вот впервые, восхищаясь выставкой вот этих удивительных живых картин, написанных под водой, мы с ним встречались, познакомились с детьми. Он очень с большим интересом проявил свое какое-то внимание к такому художественному творчеству подводному. Мы всегда на фестивале создавали такое свое авторское жюри, вот скажем, по мнению Лобана или по мнению Петрона, или там еще по мнению какого-то очень интересного человека. Вот какие работы были бы им интересны и почему, помимо официального жюри, которое там баллы присуждают. И выяснилось, что он даже какие-то слова знает по-русски и с большим интересом к русскому языку, к культуре. Какие-то корни у него из Львова, там прабабушка из Львова. И вот он принес даже фотографии древние Львова, 19 век, там из семейного архива. Удивительно. Привозил, да, да, очень много интересных. Оператор команды Кусто имеет прабабушку во Львова. И вот он стал переписываться, во-первых, вот нескольким таким увлеченным детям, открыл тайну техническую, как маслом писать под водой. Ну, целая такая наука, как вот, чтобы краска прилипала и в воде можно было создавать эти картины вот такие вот. У нас даже несколько, двое детей, вот, очень такой близкой дружбе, переписке, освоили тоже вот это желание заниматься подводной живописью. У нас есть несколько работ, которые уже дети сделали под водой, вот, можно сказать, как ученики, да, его проявили себя. Вот, и он тоже был гостем нашим, он стал учить русский и с нами переписывался и общался на русском. Он играет на виолончели, то есть в своем хобби, как вот музыкант-виолончелист себя реализовал. И вот в одном из фестивалей даже у нас была такая задумка сделать оркестр Yellow Submarine с Андреем Лобаном. Мы почти два месяца репетировали в Скайпе, нам наш оркестр народных инструментов помог. Он создал оркестровку Yellow Submarine, партии-инструменты, которые у нас на тот момент были у детей. И вот эта лодка та самая, да, у вас? Скрипка, да. Да, и у нас вот есть даже сюжет, как с Андреем Лобаном на виолончели и нашим проектом Yellow Submarine. Мы пели эту песню на одном из фестивалей. Здорово. Он, конечно, большой такой творец. Он режиссер таких философских притч подводных. Целая серия есть фильмов таких очень интересных, необычных. Автор книги о своей жизни «Страсть голубого цвета» и фильмы, которые он перевел и озвучил на русском языке специально для наших ребят, для своих друзей. Субтитры создавал DimaTorzok Уникальный, тоже такой интереснейший человек, который обогатил нас и своей энергией, и такой поддержкой. И пять или шесть раз он приезжал в Харьков. Все время это были какие-то интересные подводные театры, какие-то там сюжеты. Он даже написал картину «Маслом под водой» о том, как художник, фотограф фотографирует модель. Вот наши ребята ему позировали, полтора часа сидели под водой. И такая картина у нас есть от Андрея Лобана. Сейчас ее все увидят, я надеюсь. В Харьков Лобан приезжает не в первый раз. В детском клубе подводных фотографов «Дельта» его всегда ждут и любят. Полотно, запечатлевшее модель и фотографа, теперь украшает интерьер детского клуба. Лобан часто дарит свои произведения друзьям. В общем, очень много таких творческих идей, открытий было связано. Вообще, возможность раз в год отправиться на фестиваль, быть воодушевленным той атмосферой, которая там происходит, и живым таким общением. Это мотивировало детей учить язык, это мотивировало их развиваться в этом направлении, мечтать о каких-то экспедициях, о проектах. И у нас вот эпоха поезд на фестивале, конечно, породила много выпускников, которые там и подводной археологией занимались, и живописью, и подводной фотографией. Вдохновились, то есть серьезно, да? Да, да, да. То есть это, конечно, такой удивительный опыт. К сожалению, 43 года просуществовал фестиваль, и как только Даниэль Мерсье сдал свои права, так сказать, каким-то своим последователям, наверное, еще года два или три он как-то продержался. И все, да? И, к сожалению, да, завершил свою историю. Все об этом сожалеют. Даже в этом году я читаю, что завсегдата Ингипского фестиваля в каком-то городке, вот 19 ноября, там, приезжайте, давайте соберемся, и попробуем возродить Ингипский фестиваль. Ну, конечно, такое большое событие. Я думаю, что возродят, и будет просто кто-то другой, этим заниматься, потому что такое, то, что вы рассказали, это нельзя просто так оставить бесследно. Это же действительно особо, это не просто, вот я когда вас послушал, я понимаю, что это не просто фестиваль, это собрание вот этих вот романтиков, подводных глубин, которым возродить фестиваль, мне кажется, ничего не стоит, по сути. Это вопрос времени. Ну да, ну вот и дети на фестивале, это, конечно, тоже очень важная была составляющая, вот тему уже, так сказать, мудрецам этого всего, видеть, что то, что они делают, это кому-то нужно, не только им самим, это, конечно, тоже дорого. И наличие присутствия детей на фестивале, я думаю, вдохновляет немало их. Дети вдохновляются примером, серьезным, большим, да, а взрослые вдохновляются тем, что дети, это как последователи возможные, да, открыв рот, широко раскрыв глаза, задают вопросы, смотрят все это. Ну да, да, ну вот у меня такая есть мечта, очень верю, что может когда-то она сбудется, вот одним из тоже потрясающих совершенно вот составляющих души фестиваля является музыкальная составляющая музыканты. И вот возглавляет там конкурс музыкальных произведений, где композитор был вдохновлен темой и идеей моря, вот там существовала как номинация. И вот этой номинацией руководил Бернард Абей, очень известный джазовый контрабасист, вот в европейском масштабе, очень известная личность, вот он собирал вокруг себя, так сказать, какой-то музыкальный бомонд на фестивале и вел жюри, жюри у него было вот этой конкурсной номинации. И вот у него есть совершенно потрясающие проекты, он озвучивал фильмы про крупных морских животных, вот про китов, например. Он из своего контрабаса мог извлечь песни стаи китов, вот он, например, там, извержение вулкана, у него есть там целый проект вот природных каких-то звуков. Вот совершенно невероятного таланта человек, он подарил нам тоже вот свои проекты, какие-то контрабасы. И вот он очень много с детьми, то есть у него тоже такое отдающее такое пространство, вот привлечь в это познавательное пространство посредством музыки, видео, какие-то инсталляции он делает, например, там, балерины и контрабас, вот театр теней, то есть идет кит и взаимодействие, так сказать, тени, хореографии какой-то и музыки, то есть вот такой большой творец, я бы так сказала, назвала его. Вот, а поскольку у нас в Харькове проводится фестиваль «Французская весна», и всегда приглашают интересных французов вот этот фестиваль, вот я уже несколько раз предлагала, как бы совместить его гастрольный график с какими-то идеями, пригласить его в Харьков, чтобы вот нашим детям подарить этот проект, вот какие-то контрабасы, это совершенно что-то невероятное, никакое видео или электронное носительство не передаст, это энергетики, да, это точно. Татьяна, у меня к вам последний вопрос по поводу ваших планов и по поводу каких-то, может быть, задумок, может быть, каких-то проектов, может быть, это где-то будут больше даже мечты, а может быть, где-то больше планы. Ну, вы знаете, вот, кроме того, что пандемия должна закончиться, это у нас у всех планов. Вот когда я принимала решение и мы старались вот эту цель достигнуть, выйти на статус Международной школы плавания СССР, вот такой вот виток, вот хочется поделиться, вот что еще мною движело, это была такая непростая цель и, так сказать, экономически не очень легко достижимая и фактически. Вот, вот мне очень хочется, вот имея эту возможность долгосрочных связей с детьми, которые, притягиваясь там в более детском возрасте, растут с нами, дать им возможность вот в профессиональном плане вот какого рода. Вот смотрите, что еще вот мне понравилось в этой системе. Вот, скажем, спортшкола плавания, она дает, ну, определенные, так сказать, итоги, да, человеку, который, занимаясь плаванием, вложил в это свои усилия. Можно выполнять разряды, можно участвовать в спортивных соревнованиях, там, и как-то себя проявить. Понятно, да? Да. Но вот, занимаясь системно плаванием, оздоровительным плаванием, ведь ребенок же тоже и потрудился встать, и потрудился сохранить эту систему занятий, включиться в свои оздоровительные цели, да, своего какого-то вот системного желания, там, чем-то заниматься, да? Да. Но поскольку это не спорт, где, там, тебе разряды дали, ну, ему как бы за это ничего. Ну, вроде, да, ни медали, ни дипломов, да? Ну, как бы там, мама, папа похвалили, бабушка порадовалась. Понятно, да? А возможность вот этой сертификации, ну, которая характеризует этапы твоего развития в этой международной системе, она дала тоже определенный уровень признания ребенку и его достижений, его достижений. Идти дальше, да? Это тоже очень важно. И вот даже, скажем, в нашем клубе, наверное, больше ста детей, где-то около 120 человек разного возраста. И вот, смотрите, тренировка у нас по воскресеньям в 8.30 начинается. Ну, это большого труда стоит, чтобы в свой выходной день, в воскресенье, в 8.30 там полусотни мальчишек и девчонок стояло на построении, вот, готовясь к своим, так сказать, подводно-дайверско-фотографическим победам. Понятно, да? То есть это тоже для семьи, которая решается на то, чтобы опыт таких занятий у них состоялся, это восхищает. Правда же? Вот все-таки 8.30 в воскресенье это уже усилие. Небольшой, да? Понимаете? Да. И вот, прозанимавшись свое детство, вложив в это свою систему усилий, труда, творчества, вот, какой-то своей, получается, к 15-16 годам они неплохо все плавают. Ну, владеют и плавательной подготовкой хорошо, и дайверской подготовкой хорошо. С 14 лет мы уже можем присуждать взрослый сертификат, там, одна звезда поплавал еще, наработал навыки, две звезды, еще поплавал, наработал навыки, три звезды. Вот, от 14 до 18 лет большинство ребят нарабатывает вот этот опыт и плавательный, и подводно-плавательный подготовки. Три звезды – это уже дайв-мастер, он может работать, ехать и помогать в дайв-центрах, и свой, так сказать, досуг с пользой для себя, проводить где-то, применяя свои навыки в дайвинге или в плавании. Понятно, да? И вот мне очень хочется поддержать поколение наших молодых людей вот такой возможностью создать для них вот к своим достаточно юным годам, там, 16, 17, 18, вот эту ценность своей востребованности, вот определенной заслуженности своих усилий, которые ты не провел компьютера там в каких-то непонятных своих выбранных тобою времяпровождение, а все-таки нашел в себе силы быть мотивированным и свое детство, свой подростковый период проявить, вложив это в какой-то интерес. Вот система СССР дает возможность 16 лет уже проходить обучение, получить сначала документ официальный ассистент тренера, а в 18 лет он автоматически становится полноценным документом, дающим тебе возможность быть уже востребованным в какой-то области рекреационного пространства, там, скажем, даже в Харькове у нас там есть бассейны на открытой воде в летний период, какие-то рекреационные зоны, и вот такой уже не просто дежурный аквазон, а человек квалифицированный, который может оказать помощь в готовке плавательных, выздоровительных каких-то упражнениях, упражнениях по навыкам безопасности, очень большой раздел, быть востребованным. Понятно, да? И мне очень хочется это дать нашим молодому поколению, вот, знаете, вот как-то прям вот, ну вот, чтобы не ехали они пол мыть и официантами работать, вот на такую работу подрабатывая, имея талант, трудолюбие, целеустремленность, любознательность, вот они могут уже в этом пространстве быть востребованы. Ну да, чтобы была какая-то взрослая реализация такая. Какая-то интересная жизнь была, что ты уже можешь поехать путешествовать и совместить это с возможностью быть востребованным в том, что ты любил, в том, что я ничего не имею против, ну, трудолюбивых молодых людей, которые подрабатывают любым в этом деятельности, но если можно дать нашим детям, влекающимся чем-то в своем детстве, вот эту возможность какой-то шажка профессионального, пусть в своем хобби, пусть это будет какой-то гранью только там и в жизни, но тем не менее востребованным, вот мне очень хочется это развивать. То есть за эти вот два-три года, попробовав, предложив нашим ребятам такую вот возможность пройти курс, быть ассистентами, помогать более профессионально тому, кто младше, не просто потому, что ты хороший человек, да, добрый, и потом быть востребованным уже там как ассистент тренера или там как помощник тренера или там в индивидуальных занятиях где-то там подменить родителя, который там в силу каких-то периодов уже вот тяжеловато ему там, а ты можешь поассистировать, помочь и так далее. Понятно, да? То есть в каких-то уже практических ситуациях быть востребованным. И вот такой опыт у нас зарождается, и мы его проживаем сейчас, и мне очень хочется в этом направлении вот как-то развиваться. потому что, да, это уже... в медицинском училище, когда мы проходили практику в отделениях новорожденных, где вот отказные дети, и на них учатся практиканты, да? То есть какой-то сложнейший опыт с точки зрения эмоционального впечатления. Вот для меня там молодые девушки тех лет. Понятно, да? И вот когда видишь вот эти сложнейшие жизненные истории, да, когда вот такие дети получились, и думаешь, боже, вот с какого момента нужно начать, чтобы этого не было? Не потом уже что с этим делать? Ну да. А вот в какой момент нужно вот с чего начать, чтобы минимизировать? Вот тогда у меня тоже тогда очень мощное такое... Где точка начала профилактики? Да, да. И вот уже понимаешь, что в какой момент вот, и уже хочется быть в этом цикле так, чтобы вот эти дети потом создали какую-то красивую семью в виде. Ну конечно, вы же эти семьи видите. Да, да. Вы же видите, да. Я уже потом со своим ребенком пришли счастливыми родителями. То есть вот это наблюдение цикла какого-то поколения, которое уже сейчас приходит от моих ранних, так сказать, занятий уже в роли родителей. Это для меня, конечно, тоже огромный источник радости и вот этой мечты, чтобы эти долгосрочные связи, которые давали возможность вот быть и зарождаться этому здоровому поколению счастливых людей, реализованных, творчески востребованных, здоровых, желающих иметь детей. Потому что, скажем, мы наблюдаем, да, это поколение. Да вот взять там, не знаю, там 20 лет назад, да чтобы девчонки про мальчишек не шушукались там и не влюбленные были там на переменках там про это бы не говорили, да, то вообще я не помню такого, да. Потом раз поколение, какие-то все такие самодостаточные, все такие целеустремленно, карьерные, вот дети, да, растут, и семьи у них уже далеко за 30, дай бог, чтобы сложились, и детей еще нету, понятно, да, то есть вот меняется энергия, вот формирование ценности семьи, института семьи, мы же это видим, да, и вот мне тоже очень хочется, вот в каком месте, чтобы было соприкосновение, и оно дало возможность вот этой энергии радости, что семья – это чудесное пространство счастливого, и жизни какого-то периода, когда ребенок маленький, постарше, еще постарше, еще хочется, чтобы дети пришли, еще и еще, то есть вот эта возможность притянуть счастливых родителей потом в команду тренеров, которые хотят делиться этим, и это настолько целостно, вот мне тоже это мечта, то есть вот кто из этих родителей с малышами, которые пришел, вот чтобы захотели тоже этим делиться. Знаете, Татьяна, мне кажется, вы говорите сейчас об арифметической прогрессии счастья. Вы берете родителя, он потом начинает делиться с другими, те начинают потом делиться с другими, это похоже на арифметическую прогрессию. Ну да, вот такая мечта. А почему счастье? А почему счастье? Потому что я, как педагог, как психолог, увидел вот это и зацепился своим умом за вот эту составляющую, о которой вы сказали, что вы организуете с помощью воды, с помощью себя, с помощью песенок, вы организуете то пространство, в котором мама направлена на ребенок, ребенок направлен на маму, и это же потом очень сильно прорастает в их дальнейшие отношения. И вот мне хотелось вернуться к тому, что я там проскочил, там пытался вставить свои пять копеек, что представьте, как мама с ребенком, который у вас прозанимались, ну допустим, год, да, вы можете пофантазировать, а есть вероятность, что когда они сядут выполнять домашнее задание вместе в первом и втором классе, они будут авторами вот этих смешных картинок из интернета, когда в три часа ночи крики, это не потому, что там что-то случилось, а потому, что мы просто делаем домашку. Вот вряд ли они там будут такими героями этих смешных картинок, потому что они получили вот этот опыт смотреть друг на друга, рассматривать друг друга, вот в этой среде, и это большой, серьезный, сложный, возможно, но прочный и надежный фундамент именно в будущее их отношений. Вот я увидел вот эту составляющую, и у меня вот как-то я зацепился за это. Ну да. Это очень важно. Это очень важно, потому что сейчас, работая с родителями, когда я веду семинары для родителей, когда я говорю о том, что фактически цель современного подхода, который выражается в позитивном воспитании, цель воспитывать, это как раз вот сотрудничество. Фактически все об этом, все приводится к одному слову. Все мои семинары на разные темы про самооценку, все идут туда. И вот это вот качественное сотрудничество. А вы фактически берете их мамочек на раннем этапе, когда у них детки маленькие еще, вот там два месяца, три месяца, и уже сразу говорите, мамы, сотрудничество, качественное, эмпатия, вот что важно. И я им потом уже, они уже потом сами могут себе помочь, потому что вы как бы навык закладываете. Ведь что еще важно, почему вот они, если они к вам проходят полгода или год, то они получаются как будто бы, они будут думать, что они занимаются ранним водным развитием. А я, например, буду видеть, что они на тренинге по взаимодействию с ребенком. Ну конечно. И он закрепляется практически, системно. Системно. И потом они, потом у них есть, как бы знаете, такая, мне хочется думать, что это послужит каким-то хорошим, такой знаете, как волшебной таблеткой, чтобы противостоять, возможно, каким-то моделям, которые их наградили, их родители, этими моделями воспитания. И они являются теми самыми, может быть, не очень красивыми моделями советского воспитания, о которых сейчас так все говорят и находят, их психологи у людей, да, что когда стыд, страх, вина, это были очень удобные три рычага в советское время. И вот эта мама, которая, возможно, имеет не очень хороший опыт, попадает на занятие и получает уже такой сразу хороший в этой среде опыт и дальше несет совсем другое. Та программа, она не работает, получается, она перекрывается вот этим вот тренингом хорошего взаимодействия, правильного. гармоничного взаимодействия. И вот это очень ценный момент. Это вот то, что я увидел, исходя из того, что вы говорили. Я вам очень благодарен за время, уделенное, и за ответы на ваши вопросы. И контакты ваши будут, контакты Татьяны Азаренко будут под этим видео и контакты клуба подводной фотографии Дельта. Спасибо большое. Да, Иван, спасибо, да. Спасибо.